Девушки отдыхают Это для вас особый случай. Девушки отдыхают Минуту назад переворачивали. Дверь одна, окно закрыто. Мы в квартире! Что такое? Девушки отдыхают Так, в квартире священника Сергея Покровского неизвестный напал на главу военного отдела горкома Соколова, начальника милиции Кировского района Камчатного и репортера областного молота Шайхита. Плюс хозяин квартиры. Вот он. Итого четыре жертвы. Трое убиты. А кто выжил? Репортер? Нет. Владимира Соколова с ранением правого легкого доставили в больницу. Да, так. Все свидетели молчат. Ну что, оперируем только вещдоками. Ну, вещдок это царский, Артем. Ну, возьмите песочные часы хотя бы. Как вы думаете, почему они были перевернуты? Соколов перед тем, как его увезли, сказал, что бандиты выдали перевернутые песочные часы. Вы просто на какой черт он переворачивал. Не знаю. Можешь, чтобы время отсчитывать? Хотя, он ходик и есть. Загадка. Кто-то студент. Это тебе не лекции. Здесь настоящие головоломки. Я уже не студент. И потом, Анатолий Сергеевич, разве не стоит дождаться старшего по группе? Обещали же представить кого-то из Москвы. Ругаться будут. Я и сам могу ругаться. Нечего опаздывать. Иван Захарыч, вы в Москве такого себе и гения бурду знаете? На усиление нам прислали. Тут дивизия нужна, чтобы усилить что-то. Кому докладывать? Мне, Иван Захарыч, мне. Докладывайте. Гильз нет. Стреляли из наганов, скорее всего, из двух. С двух рук. Судя по количеству ранений. А по шкатулке на полу что? Дамочка, вам чего надо? Да так. Мимо проходила. Интересно же. Идите, здесь нельзя. Место убийства тут, милая. Поняла? А я как раз по убийствам спец. Понял, милый? Да не милый он. Добрый. Толик. Оперуполномоченный. Здравствуй, Женечка. Здрасте. Мама дорогая, баба, следователь, то есть женщина. Первый раз вижу. С первых дней войны десятки тысяч сотрудников милиции ушли на фронт. По подсчетам историков, в строевые части отправился каждый четвертый сотрудник наркомата, а по ряду городов цифра была намного больше. К концу 41-го года на фронте сражалась половина личного состава московской милиции. Некомплект на местах закрывали за счет инвалидов, пенсионеров, но прежде всего женщин. К концу войны из примерно 20 тысяч женщин-милиционеров больше 5,5 тысяч служили в уголовном розыске и отделах по борьбе с хищениями. Иногда женщины совмещали службу в милиции с работой на оборонных предприятиях. После дежурства отправлялись на завод. Посмотри. И откуда вы сами будете? Из Москвы. Да ладно. Чтоб я так жил, как говорится, если это московский акцент. Ну, положим, в юные годы в одесском угрозыске работало. А шо за интерес? Чисто профессиональный. И кого за что брать приходилось в юные годы? Особо дерзких. Шо такое убийцам, знаете? Вот за них и брали. Еще будем кобурами меряться или, может, делом займемся? Что произошло, Иван Захарович? Смотри сюда. Убийца сидел здесь. Отпечатки пальцев на внутренней стороне ногой открыл дверь. И с двух наганов по-македонски. А посмотрите сюда. Кажется, мотив есть. На вешалке висел мешок. А в мешке вот деньги. Ого, на вскидку тысяч пятьдесят-шестьдесят. Откуда у папы такие деньги? Так ведь религия опиум для народа. Обирает старушек по копеечке на суевериях. Или у вас старушек сверх мера, или суеверный чересчур. Многовато денег. А как преступник попал сюда? Ну, замок не взломан. Но крючок поддеть ножом, это же не вопрос. Угу. Так. Хозяин квартиры стало быть удушен. Но других повреждений я не нахожу. Трансгуляционных полос несколько. Душили несколько раз. Ну, скорее придушивали. Сзади веревка. Она на полу лежит. Может, поэтому и часы переворачивал. Мол, смотри, как жизнь утекает. Так, тела на вскрытие. Будет что-то интересное, доложите. Ну, ничего похожего на эту веревку тут нету. Значит, пытать планировал. Умысел. А вы наблюдательный. А еще я добрый, внимательный и обаятельный. А курки чьи? Ты грешил, батюшка? Из немецких газет цукарки сворачивал. Там этих газет в прихожей полных полно. И еще кисет в кармане. Разрешите вопрос? Ну, если собирался пытать, почему не боялся? У него ж сосед есть. Может, сговорю? Интересно. Скажите, Тихон Степанович, вы в девять часов дома были? А как же, завтракал. Угу. А до девяти вы, может, видели кого? Кто входил, выходил от Покровского? На кой оно мне? Я человек тихий, чужие дела нос не сую. Понятно. Видели, как на ее губы смотрят? Ну, я тоже на ее губы смотрю. А что? А то. Студент, ты чего? Тихон Степанович, а вы глухой? Есть такое. Меня тут все, как Тихона Глухого знают. Я только по губам читать умею. Ну, а так глухой, как пень. Вот и ответ. Убийца знал это обстоятельство и пытал, не боясь, что услышат. Молодцы, Омлеги, захвалю. Спасибо, Тихон Степанович. Картина нелогичная. Вернее, непонятная. Преступник пытал и в итоге убил священника, так? Да, верно. Ну, а деньги-то он, судя по всему, нашел. Вопрос, он пытал до того, как нашел деньги или после? Ну, если после, то это крайне загадочно. Потому что преступник ничего не взял. Деньги, карточки. Ничего не тронуто. А тайников в доме не нашли. Загадка. Есть еще вариант. Пытал по мотивам с грабежом несвязанным. Пока не ясно, что за поп такой. Откуда взялся. Дальше двинуться пока сложно. Сейчас скажу точно, когда священник был. А что с рукой, да, Александровна? Уже ничего. Налет. Город-то бандитский. Да ну. И куда милиция смотрит? Вот вчера в полчетвертого был у нас. Я аж испугалась. Такое что-то лохматое, с крестом. В дверях босит. Подайте Соколова. Я его гнать. А тут Соколов вышел. И как кинется обниматься. Уж не чаялый увидеть. А тут говорят, город вернулся. Я думаю, пропал Покровский в оккупацию. Хана товарищу. Слушай, как ты в рясу умудрился залезть. Ну просто патриарх. Спасибо, Иточка. Садись. Беседовали между собой, как лучшие друзья. А когда поп ушел, товарищ Соколов попросил связать его с милицией и с редакцией нашей газеты «Молот». Хорошо, понятно. Благодарю, Еда Александровна. Пойдем. Мы с Серегой еще с гражданской знакомы. Сам он из Поповской семьи. Но наш, на мозгах, гостей человек. Я потом по партийной линии он телефонной станции заведовал. По профилю переквалифицировался. Позвонить божьим тебе расплюнуть. А ты зубы не искаль. Тут война была. Голод. Что ему, к немцам идти служить? Вот он и пошел в церковь. Благо семинарское образование имел. К началу Второй мировой войны в Советском Союзе оставалось около тысячи действующих храмов. Еще 1744 были на территориях Прибалтики, западных областей Украины и Белоруссии, которые были присоединены незадолго до гитлеровского вторжения. На захваченных территориях Германия проводила политику поддержки и возрождения церковных общин. Нацисты рассчитывали, что священнослужители будут проповедовать против безбожников-большевиков и помогут одержать победу над Советским Союзом. За три года оккупации только в Киевской области открыли 350 храмов. Согласно тайному плану вермахта, большая часть подлежала в дальнейшем закрытию. На деньги, собранные за годы войны православной церковью, а это 300 миллионов рублей, построили танковую колонну имени Дмитрия Донского. Закупались самолеты, оружие, теплые вещи для красноармейцев. Осенью 1943 года, после встречи с тремя митрополитами православной церкви, Сталин разрешил избрать патриарха и возобновить работу некоторых приходов. Поначалу прежнему настоятелю храма помогал, отцу Нилу. А когда того убило, ну вот, главным стал. Молодец! Я-то чем могу помочь? Я все-таки по другому ведомству. Вот чем дело. На Пасху, Малебин, мы собрали изрядную сумму денег. 60 тысяч рублей. Хотелось бы передать их советской власти. От прихожан на армию. Ну и хотел бы сам вернуться, если возьмете обратно. Ночи не взять. Нам специалисты нужны. А не посадят? Как-никак в рясе. При немцах служил. После сдачи денег? Да мы тебя на всю страну прославим. А гроши принес? Так кто ж такое сейчас с собой носит-то? Не Ростов, а Чикаго какое-то? Ну это да. Вот что, завтра утречком потихоньку приходи ко мне с надежными людьми. Прямо домой. Там и передам. А кроме денег, я там такое нашел. Спасибо Николе Угоднику. Увидите, ахните. Ладно. Часов в девять не помешаем? Кому помешаешь? У меня один сосед, и тот глухой. Ни слова больше не сказал. Всегда любил Серега, чтобы эффектно. Я ему прессу обещал. Договорился с редакцией Молота, выбил публикацию. Вы договаривались лично? С Камчатным, да. А с редакцией через их секретаршу. Репортер нужен был принципиально. Я хотел, чтобы все под протокол. Это рождественная передача. А после публикации уже не тронули бы Серегу. Хорошо. Выздоравливайте, Владимир Афанасьевич. Всего доброго. Пойдем. В квартире священника Сергея Покровского неизвестный напал на хозяина, главу военного отдела горкома Соколова, начальника милиции Кировского района Камчатного и репортера областной газеты Молот Шайхита. Выжить удалось только Соколову. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. При осмотре места преступления стало ясно. Священника перед смертью пытали, душили веревкой. Придя в себя, Владимир Соколов сообщил, священник собрал для нужд советской армии 60 тысяч рублей. Сумма немалая, и горкомовец хотел сделать из этого события, поэтому пригласил репортера. Ладно, коллеги, версии есть? Слушайте, а давайте все за обедом обсудим. Тушеночка, угощаю, и живут недалеко. Послушай, Толик, ты парень хороший, только не по адресу обратился. Что, с замужем, что ли? Так, ну-ка, отставить разговоры. Версии давай. Реалистично две версии. Первая, преступник самостоятельно вышел на отца Сергия. Ну, о деньгах, в конце концов, знали прихожане. А вторая? Вторая, это слив информации от тех, кто был в курсе похода к священнику. Тогда кто-то из ближайшего окружения троих гостей связан с бандитом. Угу. И к какой версии вы склоняетесь? Храм осматривали. Следов взлома и обыска нет. Преступник знал, что деньги священник хранит дома. Тогда вторая, слив информации. Угу. А почему не ушел спокойно? Ведь слили бы и состав делегации, и время визита. Не знаю, не знаю. Но я все равно шел бы от ближнего круга. Кто мог знать о том, что Покровский хранит деньги дома? Или от бандита. В деле есть его фотография. Женечка, можно? Да, да. Проходите, Иван Захарович, присаживайтесь. Извините, фотографии из аппарата репортера вышли не очень хорошие, снято на контражуре в темноте. Все, что смог. Седоват, на вид лет 40-45. Темное пятно на лице. Это дефект пленки? Нет. То ли гемангиома, то ли свет от ожога. Угу. Единственная примета. А так, военная форма без погон. В таком полгорода ходит. Да? Что скажешь, Ростов Папа, узнаешь? Ну, под описание двое подходят. Грабитель Корпенко. У него невус на щеке. Седой. По нашим данным, в 41-м году остался в городе. После освобождения мобилизован, бежал, вернулся домой. Промышляет кражами. Хорош, Гусь. А еще? Второго пока не знаем. Налетчик. Есть словесный портрет. Свидетелей не оставляет. Взял две квартиры. Убийство. А откуда описание, если свидетелей не оставляет? Объявился в Ростове-на-Дону в начале марта. Грабил квартиры. 6 марта остановил машину зампрокурора. Тот только в город приехал. Расстрелял вместе с семьей. Так, я не понял, в чем дело. Ай! Выжила только жена зама. Борисова, вы ее в горкоме видели. Сможете мужчину написать? Такой. Седой. Выстрелил очень быстро. Какое-то пятно на щеке. Что сказал мужу, я не слышала. Еще, как отстрелялся, очень ловко спрятал пистолет. Как будто трюк какой-то провернул. Мне второй пока больше нравится. Военная форма. Камуфляж, что надо. Кто хуже становится. Город прифронтовой. Не Москва. И стреляет уж больно метко. Как в квартире Покровского. Похож, но и Карпенко не исключен. И что делать будем? Отсекать лишние версии. Так, для начала нужно понять, откуда бандит узнал о деньгах. Значит так. Слушай мою команду. Установить наблюдение за секретаршей газеты. Через нее Соколов передавал информацию главреду и репортеру. Время и адрес визита. И за Борисовой. Она соединяла разговоры, могла подслушать. И за служкой в церкви. Кто знает, о чем с ним отец Сергий мог откровенничать. Мог проболтаться. Да, обложили славно. И что в итоге? Никаких результатов наблюдение не дало. И так несколько дней. Может заметили? Переусердствовали? Нет, ну это вряд ли. Слежка была очень качественная. Разве что Легоза был новичок? Нет, нет, не заметил. Погодите, а тогда почему служка обращается в милицию? А бьет слежка же? Да нет, вы не спешите с выводами. Вы прочитайте, что дальше-то. По какому поводу? Ограбление? Вот именно. Преступник сделал следующий ход раньше сыщиков. Креста на этом гаде нет. Ну что же это такое? Иконы поразбрасывал. Ничего не трогать. Эти можно. Я уже обработал. Ленечка, а вот здесь интересно. Подержи. Обрати внимание, знакомый рисунок. Отпечатки точно как в квартире Покровского. Да. Тут шрам и тут. Видишь? Интересное дело получается. Да. Значит, убийца знает, что оставил деньги в квартире, и мы их конфисковали. Но приходит в храм и устраивает обыск. Так, значит, искал что-то другое? Молоток. Вот потому и пытал Покровского. Но что он ищет? А помните, что Сергий Соколову сказал? Что? А кроме денег, я там такое нашел. Спасибо Николе Угоднику. Увидите, ахните. Послушайте, а вдруг сокровище? Да откуда им? Храм до войны-то был закрыт. А во время войны откуда ему здесь взяться? Спасибо Николе неспроста. Это икона святого Николая? Да. Отдайте, пожалуйста. Карандаш бумагу, быстро. Что у тебя, Женщик? Мать моя. Извините. Это же азбука Брайля. Да это, наверное, отец Нил писал. Ну, предыдущий настоятель. Он слепой. Написано, барабан под головой. Интересно только, зачем он на иконе писал? Что за барабан, что за глава? Штыдно этого не знать. Глава это купол, а барабан это то, на чем он стоит. Держите. За мной. Давайте руку. Аккуратно. Легиза, не лезь. Больше никто не поместится. Купол снарядом разбило. Опасно. Ладно. Он был тут. Сергий. Вот окурки, как в его квартире из немецких газет. А там что? Ну-ка, подсади. Давайте. Нашла. Тут что-то есть. Доставайте. Да тут... Тут целое сокровище. Ой. Ой. Ну что там у вас? Чего я так долго? Не надо все. Я сказала все, лишнее это. Находка под куполом и есть то самое, по словам Сергия. Отчего ахнете. Других ценностей ни дома у Покровского, ни в церкви не нашли. Вот ради этого священника и пытал. Ну какие ценности? Ну ладно, вон алмазные серьги. Ну остальное так, гранаты, топаз, немного жемчуга, старые бумаги. Ценные бумаги. Ой, ну что вы. Все ценные бумаги в России закончились еще в 17-м году. Ну хорошо, хорошо. Но находка-то интересная. Ну а какой с нее толк в плане следствия? Ну, как от вещдока никакого. Но сыщики превратили это в наживку. Значит так, ведите себя естественно. Ссоры, быт, подавай по полной. Работа мечты. А быт погромче. Да как же так, товарищи? Милиция, печатана квартира, а вы въезжаете. Ну так а людям где жить? Следствие уже окончено. Заходите, мы распакуемся, будем чай пить. Непонятно, что творится. Вот в таком духе и продолжайте. Но помните, гостя ждем нервного. Мне про сокровища кому-то рассказать? Не боже мой, ты легенду забыл? Об этом ты рассказал только одному человеку, и то по пьяни. Все, обживайтесь. Смотри, Жора, двигайся так, на шарнирах, но без наглости. Ты ноль, шкета голодавший. Ты у нашего новосела эту брошку на спирт сменял, понял? Да понял я. Мужик пьяницы, цацкой от жены прячет. Ты сам эту хату взять не сможешь. Твоя задача ходить, болтать, светить брошкой. Искать этого человека. Ну, не боись. Толик тебя страхует. Да понял я. Тихо, Савка. Не рибайся. Кутарец, ты не интересуешься? Дело есть. Элемент. На что вы, дяденька, я возрастом не подхожу. Дело хорошее, самому мне не справиться. Вот брошка. Мужик тайник у себя нашел. Там такого полно. Вот бы взять, я и на водку дам. А самому мне куда? Дурак ты. Дрожь-то копеечная. Где мужик тут живет? В Релево, 193. Ну, тогда два же дурака. Потому адрес и папа грохнули. Мусора явно все переворошили. Так там же тайник. Там такого полно. Ну, дзацкие бумажки. Не. Риск велик на воронуле. Налют не мое. Я работаю интеллигентно. А тут поп наших пару раз от немцев братов в шмотках и в улице не стал. На, молись, хлебни. Пацаны, ты смешил ее? Будешь, что? Приходи. Ну, чего ждешь? Ай, малявка. Ай, малявка. Студент! Я здесь. Кто тебя? Седой. Грязь под кожей на лице, как копоть от взрыва. Что ты ему сказал? Раз ничего не сказал. Он брошь забрал, я отдал. А он мне убог нашел. А я говорил нагрудник одеть. У тебя скользящая по ребрам. Царапина жить будешь. И уже есть, что девкам показать. Вставай. Герой. Иди сюда. Давай, нож. Почему ли Езу пытались убить? Брошь ведь копеечная. Да, не бриллианты. Но убивали в то время и просто из-за карточек. Нет, ну мы же не говорим о случайном убийстве. Явно охотились за этой брошкой. Почему? Вопрос странный. Значит, какая это ценность есть? И как только поймете, в чем она, нащупаете нить к убийце. Я тебе противен? Почему? Ты не замужем, я проверил. И там, в церкви, мы же... Как ты мог убийцу упустить? Тебя к мальчику приставили не пиво пить. Тебе легко говорить, ты тут командуешь. Там на месте все по-другому. Минута прошла. Жень, давай поговорим. Я не шучу, ты же знаешь, я ради тебя... Не будет у нас с тобой разговора. Все! До конца войны не будет. Время сейчас такое, нельзя нам с тобой ничего строить. Это как на песке будет. А вдруг завтра тебя или меня убьют? Это все мусор. Три-четыре тысячи рублей максимум. Кому может быть интересен этот хлам? Хозяину. Например, бывшему. Только вот как найти его? Акции старые, неименные. Да и сейчас цена им, разве что на растопку. Это было. Вот это. Где-то я это недавно видела. Где, где, где... Вот же. На крышке шкатулки из квартиры Покровского. Знаю ли я эту монограмму, вы спрашиваете? Конечно. Это Уткина. Был такой купец. Все храмы строил. Да его все ростовчане знают. Но я как-то больше беспризорничал, а не в высшем обществе крутился. Это храм тоже Уткина? Конечно. Прежний настоятель Нил был духовником семьи. Тоже краевед, как и я был. Умнейший человек. Ну, понятно, почему ценности именно тут спрятаны. А где сейчас Уткины? Как где? В расход пустили. Как к контуру. Что, всех что ли? Жену и дочерей. Папаша убег. Женщин-то за что? Много ты понимаешь соплечек. Время такое было. Где? Где я спрашиваю бриллианты, сука? Не трогай ее! Не бей! Довольно? Или вас отдать солдатам на день? Или только дочек? Тьфу! Ничего не получишь, хам. Муж все вывез. А что не вывез, спрятано. Ни копейки не получишь. Но тебя-то он тут оставил, тварь. Хорош муженек. Больше нечего сказать. В расход их. Встали! Погнали! Вот такие нравы у эксплуататоров. Сын у них еще был. Вроде наш. Пропал в двадцатом. Денег на полмиллиона Уткин вывез. Ценности. Ладно. Пойдем. Толя, найдите фотографии отца и сына, какие есть. Так а зачем отца? Вряд ли он еще стреляет. Он, наверное, уже лет семьдесят. Сына найду, не вопрос. О, нашла. Вот его карточка последняя. Найденная. Иван Уткин. Да. На мать-то как похож, а? Так, предположим, сын Уткиных ищет фамильные ценности. Из чувства ностальгии или еще почему-то. Толегиза не сказал ему о спецоперации. И Уткин уверен, что фамильные ценности найдены в доме Покровского. Пойдет грабить. С осадой ждала неделю. Значит, что-то почувствовал. Залег на дно. Хорошо бы выманить. А, да, да. Найти. Но как? Ну, сделать так, чтобы занервничал. В квартире священника Сергея Покровского неизвестный напал на хозяина главу военного отдела горкома Соколова, начальника милиции Кировского района Камчатного и репортера областной газеты «Молот» Шайхета. Выжить удалось только Соколову. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. При осмотре места преступления стало ясно. Священника перед смертью пытали. Душили веревкой. Следствие выяснило, священник в храме нашел спрятанные драгоценности семьи купца Уткина. В 1918 году ему удалось сбежать за границу. Его жену и дочерей расстреляли. Остался жив только сын. Сыщики предполагают, что именно он охотится за наследством отца. Думаете, Уткин объявился? Слушайте, а, пожалуй, вы правы. Он же потом от двери за шкатулкой вернулся. Кур вон стреляет, так черт, никогда такого не видел. Упал. Больно. А он назад идет. Если бы не товарищ Камчатный не сидеть у меня здесь, так а я-то чем могу помочь? Что нужно? Ваша власть. Подпишите. Постановление о сносе домов? Да. Причем в срочном порядке. До свидания вам. До свидания. Удачи, отец. Ряд из указанных адресов действительно аварийные. Но первым будет стоять дом, где убили Покровского. Демонтаж начнем немедленно, с шумом, чтобы все о сносе говорили. Что это такое творится? Я не понимаю, что... А теперь сделайте то, что я прошу в точности. Прикажите вашей секретарше зарегистрировать как входящая и сделать копии. Потом пусть позвонит в редакцию газеты и передаст постановление в печати. Это невозможно. Ну, газета, конечно, наш орган, молод. Но мимо главного редактора никак. Хорошо. Тогда пусть сначала Борисова соединит вас, договоритесь, а потом передаст все в редакцию. Ну, хорошо. Мысль понятна. У нас по-прежнему два возможных канала утечки информации. Это секретарша горкома и секретарша газеты. Кто-то из них наведет сына Уткиных. Слишком за обеими не дала ничего. Теперь ведь условия изменились. Если убийца узнает о выселении, это заставит его нервничать и действовать быстро. Надо найти тайник раньше, чем его найдут строители, которые разберут все по кирпичику. Закурить есть? Да вы что, Евгения Марковна? Спокойно, Одесса, мама. Возьмем чисто. Да что-то муторно на душе. Действовать строго по плану. Не давайте ему времени ошеломить и скрутить. Помню. Сунет руки в карманы, тут же стреляя. Постарайся не убить. Шмалит он лихо. А он придет? Придет. Одна из наших ловушек захлопнулась. Алло. Это я. Завтра утром его снесут. Я сама график печатала. Это точно так нужно тебе. Ну хорошо, да. Да. Я люблю тебя. Будь осторожен. И до чайку не сделаете? И наберите военкомат? Да, конечно. Вот. Отсюда звонили. Коммуналка. Из всех жильцов двое мужчин. Дорохов пенсионер. Раушев, боец. Комиссованный после тяжелой контузии. На щеке и шрам. Может там его и возьмем? В коммуналке? Такого стрелка? Там бой не будет. А с другой стороны, ты уверен, что он стволы при себе держит? Нет, давай уже лучше с поличным. Давайте я сам в засаду. Нет. Собирай всех, лишних не будет. Ты технорям звонил? Звонил. Тсс. Слышите? Так, всем тихо по местам. Ну, давай ему достать оружие. Стоять, Уткин, руки вверх, вы арестованы! Нет, 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 Тольщик. Тольщик, я не буду. Я же говорил, ради тебя на все этого. Убью! Убью! Евгений Марков, добрый, жив! Бегите за скорой, бегите! Итак, Уткин Иван Серафимович. Все-таки он, пропавший купеческий сын. Да, это живая иллюстрация того, как революция крутила судьбу. А в 16-м он примкнул к анархистам. Участвовал в революции. Потом служил в ЧК. Потом воевал против советской власти. А в 20-м, по данным органов, убит. А на самом деле? А на самом деле, как видите, ушел в Турцию, затем в Европу, Греция, Италия. Чем я только не занимался. И кёльнером, и таксистом, и журналистом. В Италии в цирке выступал. Чудеса стрельбы из револьвера. В слепую, в движении по-македонски. На звук голоса. А где научились? Тренировался с юности. Сначала по интересу. А в гражданку пригодилось. Отточил мастерство. А как в СССР попали? Как гражданин Италии. По фамилии Анатра. У Нанотра это утка по-итальянски. Стрелок-инструктор итальянского корпуса. Так сюда и дотопал. До самого дома. А дома уже нет. И семья неизвестна где. Случайно узнал, что жив еще священник. Наш духовник. И вправду, Ванечка. А я слышу, голос тот же. А говорили убит. Времени-то, времени-то сколько утекло, Ванечка. Да, отец, много времени. Батюшка. А мать-то моя где? Сестры. Расстреляли их всех, Ванечка. И забрали. Все, что было, все забрали. Хотя нет. Ящичек еще один остался. Приходи, завтра отдам. Какой ящичек? Бумаги, фотографии, письма и шкатулка мамина. Мало, конечно. Но это все, что осталось от вашего капитала и от вашей семьи. Нет, не все. Батя-то в Цюрихе. Как поехал в семнадцатом отвозить активы из Леона, там и остался, сволочь. Обещал матери и сестрам вывезти. И бросил. Нельзя так об отце, Ванечка. Может, не смог он. Баба там у него, я знаю. Предал он нас. Пытался с ним встретиться в Швейцарии до войны. Он там развернулся основательно. А я на дне. Не принял гад. Его баба новая золото ест, а сыну родному шиш. Значит, из сыновьих чувств решил мамкину наследство забрать. Вообще-то там в акциях тысяч на десять долларов будет. Так они тут не принимаются. Так я тут оставаться не собирался. А за границей их с руками оторвут. Да и главное, бумаги, документы. Отец-то мой в сорок первом помер. Да веду, что сын, выходит, единственный наследник. Цюрихи меня тысяч шестьсот ждут. А я здесь в шеи кормлю. Жизнь утекает, как песок. Что ж ты сразу ящик не забрал? Отца Нила бомбой убила. Я себе решил, война для меня кончена. Дезертировал, остался тут, прижился. Ну и, конечно, пришлось немножко пострелять. Жрать-то надо. Так и встретил Иду. Машинистку Борисову. Это для вас она машинистка Борисова. А мне жена. Ваня, ты? Ида? Что ты здесь делаешь? Тебя же убили. Как видишь, не убили. Я в Италии жил. А почему меня не забрал тогда? Без сознания был. Рядом взрыв. Видишь лицо? Это порох в рану въелся. Эвакуировали. Вернуться не смог. А это кто? Это мой муж. Зампрокурор. Тебя за него искать будут. Я обычно свидетелей не оставляю. И меня убьешь. А ведь я ждала тебя, Ваня. Если б не война, ждала бы до сих пор. А этот выбора не оставил. Убьешь. Покажи, как закрывалась от меня. Что? Покажи, как закрывалась от меня. Будет больно, я выстрелю вот сюда. Не бойся, пуля пройдет через мышцы и скользнет по ребрам. Выздоровеешь, увидимся. Обещай. Ида, я и так жизнь свою, как песок сквозь пальцы упустил. Теперь не оставлю. Слышишь? Да. Дальше мы с мое описание. Без особых примет. Только ничего не придумывай, чтобы не попалось на ложных показаниях. Да. Закрой глаза. Поженились мы по-революционному в Одессе в феврале восемнадцатого. Не венчались, но это была настоящая любовь. А ты женился потом? Нет. Даже не думал, как это после тебя. Болит? Болит. До свадьбы заживет. А зачем вернулся? Почему не ушел со своей? Тебя ведь убьют тут, Ваня. И меня. Если узнают, что мы женаты. Заберу свое и уйдем вместе. Сначала в Иран, потом в Турцию. А дальше Европа. Знаешь, у меня в церкви архистратига Михаила есть схрон маминого ящичка. В нем нужны мне бумаги. Не может быть. Архистратига Михаила? Да, а что? Сегодня к нам приходил поп. Завтра в девять утра он сдает деньги советской власти. А к деньгам обещал еще кое-что. Мол, ахните. Уж не твой ли это ящичек? Где найти этого попа? Ваня, что с тобой? Я не знаю. Где он живет? Я не знаю, Ваня. Действовать пришлось экспромтом. Вломился. Начал пытать попа. Хотел узнать, где тут прячут мое. Ну что он вроде попуская? Понравится? Ну что, говорить будешь, сука? Шкатулка матери пуста. Где что прячешь? Фу. Ты бы все скажешь, гнида поперская. Сука. А, поп, ты что? Пришли. О, открыто. Сергей Самсоныч. Сергей Самсоныч. Ни черта себе. Давай скорую. Ты какая скорая? Мертвая? А, Игорь звонит. Стой. Минуту назад переворачивали. Дверь одна. Окно закрыто. А вот и разгадка часов, Анатолий Сергеевич. Каких часиков? Песочных. Меня расстреляют? А сам как думаешь? Даже если не считать, что ты офицер вражеской армии, скажи спасибо, что добрый жив. Опер ваш. Талия ля Вита. Чего? Жизнь такая. Или я, или меня. Ах ты тварь. Человеческая жизнь для тебя ничто, да? Ладно, мы Аида. Ее не пожалел. Сам на дно ее за собой тащил. А что было делать? Надо было с собой увезти, раз так любил. Без денег, без бумаг, без наследства. А что для тебя важнее, падла? Деньги или человеческая жизнь? Заврался ты утки. Отца Клеймила сам такой же. Яблоко от яблони. Да все равно. Покажите хоть, зачем охотился. На. На, посмотри. Стоило оно того. Мамины серьги. А это сестры. А это мамино кольцо родовое. Пятнадцатый век. Италия. Мамын род оттуда. Выплюнь, гад! Путкин, стой! Выплюнь! Стой! Конвой! Выплюнь! Значит, сбежал от правосудия. А что было в перстне? Цианит. Перстень старинный, но я туда положили во время революции. Ну, например, избавить себя от мучений. Да, да. Но, увы, семья Уткиных, наверное, плохо знала химию. На воздухе и в контакте с влагой цианистой калии быстро распадается. Капаташ, да. Да, да, да. А перстень негерметичный. Да, так что умереть своей смертью не вышло. А приговор очевидный. А Ида? Ида получила пятнадцать лет за соучастие и укрывательство. И, как по мне, Артем, неизвестно, кто из них двоих отделался легче. Особый случай. Да. Особый случай. Продолжение следует...